Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан. Я представляю аккаунт в инстаграме Руслан Юлия и нашей группе, а также канал на ютубе Московские группы. Сегодня мы поговорим об одном еще вопросе, который часто нам задают наши посетители, наших каналов покупатели. Как и чем мы кормим наши группы? Потому что покупая их видео, их развитие, их формы, их раскраску, они говорят невероятно, красиво, как вам удается это достичь. Причем мы и говорим, что показываем группе, которым три месяца, и люди говорят, у нас и за пять месяцев так не вырастают. Чем же вы их кормите? Вот основной вопрос, который нам приходится слышать. Чтобы не отвечать каждому по отдельности, мы решили снять этот ролик и здесь уже показать, собственно говоря, весь процесс, весь ассортимент кормов, которые мы используем при выращивании нашей группы. Итак, начнем с самого главного. Рыбка родилась, поедал самолет, его сразу же нужно чем-то накормить. И для этого у нас есть установка по разведению артемии. Вот вы здесь видите четыре пятилитровых баночки, где происходит процесс бурления. При этом процессе бурления как раз и улыбляется рачок артемии. Вот чтобы на всю нашу разводню в день уходит примерно три из этих четырех банок. Это стартовый корм для малька, и исключительно только артемий, живой артемий. Малек питается до одного месяца. Вот начиная с одного месяца мы уже начинаем добавлять еще один живой корм домашнего разведения. Это водяная змейка или более известная в народе как аулафорус. Это исключительно воскобелковый корм, очень полезный. Он имеет неиспоримое преимущество перед такими кормами, как, например, трубочник или мотыль. И его преимущество заключается в том, что он не несет никакой заразы. Вы его можете разводить в домашних условиях, что мы и делаем. На чистой воде, на чистом корме, и вы можете быть спокойны, что никакой заразы вы с ним не занесете в свои акварины. Настоятельно рекомендуем заниматься этим кормом и кормить этим кормом. Вот. Рыбка с удовольствием с первого же дня, как только вы даете аулафорус, она его ест, как говорится, уплентает за обе счеты. Вот. Также в это же время мы начинаем давать, подкармливать петрамин джуниор. Это корм мелкой, очень мелкой фракции, чтобы подрочный малек мог ухватывать и проглатывать этот корм. Он медленно тонущий, содержит все необходимые компоненты для быстрого роста рыбки. Также мы предлагаем в меню наших рыбок серу иммунопро мини. Это корм, который включает в себя пробиотики, который нормализует развитие, точнее, нормализует микрофлору кишечника, нормализует работу желудка рыбы и на нем рыбка также очень хорошо растет. Вот эти корма, которые мы начинаем добавлять с месяца. Вот. И до двух месяцев. Где-то начиная с полутора-двух месяцев, мы начинаем давать корма гуппи, тетра гуппи и джебэл гуппи. У нас такая особенность. Джебэл гуппи почему-то любят самцы, а тетра гуппи больше предпочитают самочки. Поэтому у нас используют, именно мы используем эти два корма разных производителей. Также в дополнение к ним мы даем гуппи колор. Это корм, специализированный корм, который разработан с учетом того, чтобы насыщать рыбу окрасом, увеличивать ее рост и так далее. Почему именно эти производители? Мы не знаем, в какие регионы отправляются наши рыбы. У нас покупают рыбу и во Владивосток, и Калининград, и Узбекистан, и куда угодно. Как правило, эти корма присутствуют в линейке любого зоомагазина в самых отдаленных районах России или СМВ. Поэтому мы, учитывая обстоятельства, кормим такими демократическими кармами. Это для подростков. А для уже более взрослой рыбы, начиная с трех месяцев, мы начинаем давать вот такой корм. Это уникальный корм, разработанный селекционером и разводчиком живородок, очень известным в Европе и в России, Юрием Ствежковым. Это его формула, это корм. По его формуле разработан, произведем им же. Что в нем уникального? Во-первых, обратите внимание на фракцию. Она очень мелкая, но при этом это все-таки гранулы, микрогранулы. Состоит этот корм на 66% из морепродуктов. Это миди, рачки, креветки и так далее. Все остальное это экстраты растительного белка на основе спирулины, ромашки и других растительных компонентов. Обогащен витаминами и минеральными добавками. В корме нет, не присутствует ни костной рыбьей муки, ни крахмала. Таким образом, корм медленно тонущий. Рыбка спокойно его ухватывает с поверхности зеркала воды. Потом, говоря о том, что мы говорим, что медленно тонущий, то средних слоях она убирает. Но если корм падает на дно, он не разлагается долго, то есть он держит форму, вода негутнее и достается кристально чистой. С удовольствием рыбку кормят, кушать этот корм, он им нравится. Опять же подчеркиваю, экологически чистый, без вредных добавок. Не только губь его едят с удовольствием. Напробовал уже его с удовольствием поедать. И малинезия, и скалярии даже едят их хорошо. Ну и меченосцы, само собой, цилий. Это корм для живородок в большей степени. Поэтому рекомендуем вам его. И сами мы его с удовольствием используем в рационе наших рыбок. И вам также рекомендую. Также мы используем кормление нашей рыбы из замороженных кормов только лишь циклов. А также, если, например, у вас нет времени заниматься производством актемии, мы можем порекомендовать вам так называемую битобсоверную актемию. Что это такое, мы вам покажем чуть позже в ролике. На этом, в принципе, я заканчиваю с обзором того, как мы кормим наши губи. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.